Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 4 сентября вы смотрите обзор главных аграрных новостей. В этом выпуске мы расскажем о молочном коллапсе, о том, что вступили в силу новые ветеринарные правила и опошлини на подсолнечное масло. Эти и другие новости далее в выпуске. В этот раз мы нарушим традицию и начнем обзор не с новостей растеневодства, а с темы животноводства. Дело в том, что в Ростовской области, а может быть и в других регионах России, назревает молочный коллапс, который связан с системой Меркурий. Она, напомню, призвана обеспечить прослеживаемость молока. 15 июля заместитель главы Россельхознадзора Антон Кармазин объявил руководителям ветеринарных служб в регионах России, что ветеринарно-сопроводительные документы на сырое молоко могут оформлять исключительно государственные ветеринарные врачи. До сих пор, по крайней мере в Ростовской области, оформлением этих документов занимались еще и молокосборщики. Система Меркурий требует, чтобы каждая партия молока была учтена. И по идее, каждая бабушка, которая сдает 20 литров молокосборщику, должна включить компьютер, зайти в систему Меркурий и указать, сколько молока и кому она передала. Естественно, соблюсти эти требования сельские жители были не в силах, поэтому многие молокосборщики наняли женщин-операторов с компьютером, которые каждый день садились, вбивали в систему Меркурий информацию о том, сколько молока и от кого взял молоковоз. Операторы рассказывают, что на оформление каждой условной бабушки у них уходило от 5 до 10 минут, а в целом вся процедура занимала по 5-6 часов ежедневно. Только после того, как Меркурий давал добро, молоко можно было отправлять на перерабатывающее предприятие. Однако теперь операторы лишились работы. Оформлять документы через Меркурий могут только ветврачи. Штат ветслужбы в Ростовской области не очень большой. Сейчас начинаются осенние профилактические мероприятия, люди заняты. Специалисты вынуждены с утра, грубо говоря, брать кровь на анализы, а после полудня садиться и заниматься монотонным вбиванием этих данных. Все это время молоко ждет разрешение. Молокосборщики, с которыми мы пообщались, говорят, что в зависимости от района время ожидания составляет от 12 до 24 часов. Мы надеемся, что региональная власть обратит на это внимание и даст разъяснение, как избежать этих простоев. Еще одна проблема, которая усиливает недовольство сельских молочников, заключается в том, что с 1 сентября в России начали действовать новые ветеринарные правила по борьбе с лейкозом коров. Документ налагает целый ряд ограничений на хозяйства, в которых обнаружены инфицированные животные. Коров, у которых есть антитела к возбудителю лейкоза, нельзя содержать, доить и пасти вместе со здоровыми. Запрещен совместный отел, а кроме того, молоко от инфицированных животных отправлять на переработку можно только после предварительной пастеризации или кипячения. Но такое молоко, понятно, не годится для сыроделия. Борьба с лейкозом – дело правильное, и требования, которые предъявляют ветеринары, в целом выполнимы, но для крупных хозяйств. Они могут себе позволить развести здоровый инфицированный скот по разным фермам, создать две бригады работников и в течение нескольких лет выводить из производства зараженных коров. Многие крупные предприятия действительно пошли по такому пути и полностью отчистились от лейкоза. Есть положительные примеры и в Ростовской области, и в Краснодарском крае. Но другое дело – личные подсобные хозяйства, где содержат по 3-4 коровы. В ЛПХ невозможно обеспечить раздельное содержание, кроме того, даже пасти животных придется отдельно от общего стада, чтобы инфекция не передавалась. Селяне на юге Ростовской области жалуются на то, что только в августе узнали от ветеринаров о положительном статусе своих коров. Народ беспокоится, что животных заставят вырезать, хотя на самом деле по закону подлежат ликвидации не просто инфицированные коровы, у которых есть антитела, а уже больные, то есть у которых инфекция привела к изменениям в крови. Мы надеемся, что ветеринарная служба даст пояснение по этому вопросу. С 1 сентября в России начала действовать плавающая пошлина на подсолнечное масло. В этом месяце ее размер составит 169,9 доллара за тонну. С 1 октября ставка поменяется. Аналитики рынка спорят, как отразится пошлина на производителях подсолнечника. Глава Совэкона Андрей Сизов считает, что мы столкнулись с очередным изъятием денег из сельского хозяйства, и пошлина приведет к серьезному падению рентабельности культуры. Сизов отметил, что затраты на пошлину переработчики переложат на растеневодов, которым некуда деваться, кроме как принимать условия, которые им диктуют маслозаводы. Потому что в виде сырья подсолнечник за границу уехать не сможет. Пошлина на вывоз масла семян составляет 50%, но не менее 320 долларов за тонну. То есть примерно 60% от мировой цены на подсолнечник. В текущих ценах, конечно. Глава Масложирового союза Михаил Мальцев, напротив, расценил введение пошлины как благо и отметил, что у сельхозпроизводителей теперь будет четкий ориентир, который позволит избежать необоснованных ожиданий роста цен. При текущей конъюнктуре рынка, отметил Мальцев, доходность сельхозпроизводителей сохранится на уровне 200%, а маржинальность переработчиков составит 5%. Сами аграрии, однако, не спешат подсчитывать рентабельность от подсолнечника. Ведь для этого нужно как минимум знать его урожайность. А сбор культуры только начался. По данным Минсельхоза России, обмолочено 245 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 14,6 центнера с гектара. То есть всего на 20 килограммов выше, чем в прошлом году. На продуктивности культуры сказалась длительная засуха. Аграрии, которые уже приступили к уборке, отмечают, что растениям не хватило влаги, корзинка невыполненная. За новостями о влагообеспеченности в России и на Украине сейчас следит весь мир, потому что прогнозы производства рапса, пальмы и сои не слишком оптимистичны. Из-за этого котировки на масла растут. Мировые цены предложения на подсолнечное масло с доставкой в октябре повысились до уровня 1285 долларов за тонну. ФОП «Россия», отмечает Центр Агроэкспорт. Организация прогнозирует, что в октябре цены могут подняться еще на 10 долларов, однако с большой вероятностью будет увеличена и пошлина на масло. Ее ставка в октябре может составить 245-250 долларов за тонну. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, стоимость подсолнечника в центре страны составляет 36 600 рублей, в Поволжье – 35 000 рублей, на юге – 37 700 рублей за тонну. Все цены указаны с учетом НДС. Аналитический центр «Савэкон» понизил прогноз урожая пшеницы в России на 800 тысяч тонн, до 75,4 миллиона тонн. Это пока самый низкий прогноз из тех, что делали российские аналитики. Причиной переоценки, пояснили в организации, стала низкая урожайность яровой пшеницы. Агентство отметило, что урожай в Поволжье и на Урале оказался весьма скромным из-за засушливой и жаркой погоды. Прогноз «Савэкона» близок к оценке Международного совета по зерну, который в конце августа сообщил, что сбор пшеницы в России составит всего 75 миллионов тонн. Минсельхоз России по-прежнему сохраняет свой прогноз на уровне 81 миллион тонн, однако в это верится слабо. Пшеница обмолочена с площади 22,2 миллиона гектара, намолочена только 66,5 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность – почти 30 сантиметров с гектара. Цены на пшеницу на внутреннем рынке остаются относительно стабильными, так же, как и экспортные цены. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что в ноябре стоимость пшеницы может на ФОБе дорасти до 310-320 долларов за тонну. Однако сейчас пшеница торгуется дешевле. По цене свыше 300 долларов за тонну российское зерно готов покупать только Иран. На этой неделе государство приобрело несколько панамаксов пшеницы из России по цене от 300 до 305 долларов с учетом доставки ФОБ. Доставка должна быть осуществлена в октябре. Между тем, пошлина на пшеницу продолжает расти. С 8 по 14 сентября сбор составит 46,5 долларов за тонну. Недели и ранее ставка была на 7 долларов ниже. По традиции, добрая новость в завершении выпуска. В Ставропольском крае правительство оценило итоги программы по созданию суперинтенсивных садов в ЛПХ. Проект получил условное название «10 соток». Суть его в том, что краевой бюджет перечисляет средства физическим лицам, чтобы они заложили на своих приусадебных участках суперинтенсивные сады. Это, с одной стороны, хорошо для статистики, ведь производство яблок в регионе увеличивается. А с другой стороны, позволяет людям получить лишнюю копейку от своего труда. С 2018 года на интенсивные сады было выделено 320 миллионов рублей. Селяне посадили в общей сложности 60 гектаров яблоневых садов. И в 2020 году собрали урожай в размере 80 тонн. Причем урожай будет расти в следующих годах. Это связано с тем, как плодоносят интенсивный сад. На этом наш выпуск завершен. Пишите в комментариях, какую урожайность подсолнечника вы получаете на своих полях. А кроме того, хотим сообщить радостную новость, что у нас еще осталось несколько мест на день поля Ноутил, который мы проведем в Крыму в хозяйстве Сезам Агра. Всю информацию вы видите на экранах. Если у вас есть возможность приехать в Крым и посмотреть на покровные культуры, поговорить о том, как можно возделывать пшеницу без внесения минеральных удобрений, пожалуйста, регистрируйтесь, мы будем вас ждать. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok